Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова повторяю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, мы продолжаем следить за основными фундаментальными событиями, статистикой и отчетами. Сегодня в 8.30 и в 9.00 по GMT будет опубликован блок данных по индексам дела активности производства сектора и сферы услуг еврозоны в целом и ключевых регионов валютного блока. Нас эта статистика должна интересовать, потому что с некоторых пор мы добавили в портфель краткосрочных инвесторидей еще европейскую валюту. Пара евро-доллар сейчас котируется на отметке 1.0875. Мы сохраняем краткосрочный бычий настрой и лично я почти не сомневаюсь, что пара евро-доллар в ближайшие дни сможет протестировать поддержку 1.10. И моя уверенность сейчас опирается на то, что индекс доллара, который раньше имел кучу оснований, чтобы показать свой характер и, соответственно, выйти на новые локальные максимумы, этого не делает. Видимо, потому что нуждается в стоящем фундаментальном триггере, катализаторе которого не будет еще две недели. Поэтому вот этот двухнедельный период до следующего заседания американского регулятора риск может чувствовать себя довольно-таки неплохо. И в частности европейская валюта вполне может отважиться на движение в район отметки 1.10. Накануне, по сути, мы видели уже евро на 9-ти месячных максимумах. Пара тестировала сопротивление 1.09, но пока что вот на текущем фундаменте закрепиться выше ей не удалось. Кто знает, друзья, возможно, сегодняшний блок макроэкономических данных может усилить представление о более лучших экономических перспективах валютного блока и поддержать рыночный энтузиазм. Но чтобы далеко не отходить от евро, хочу обратить ваше внимание, что рост данного инструмента европейской валюты на последней неделе был обусловлен главным образом комментариями жесткого характера представителей Европейского Центрального Банка. И прежде всего Кристин Лагард, которая дала понять, что инфляция остается настолько высокой, что ЭЦБ не может позволить себе отказаться от активного повышения ключевой процентной ставки. И Лагард, по сути, анонсировала, что ставки будут расти ускоренными темпами. Я предлагаю вам сейчас положиться на последний опрос Рейтерса, в соответствии с которым есть предварительная дорожная карта, из которой следует, что в феврале и в марте на каждом из заседаний ЦБ ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. И тут же сравнить, опять же, эти ожидания того, что мы можем увидеть от американского регулятора как оппонента Европейского Центрального Банка. То есть в свете последних данных по инфляции ФРС может замедлить, еще больше замедлить темпы повышения ставки и ограничиться повышениями ключевого параметра, то есть ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов. То есть ФРС на двух ближайших заседаниях повысит ставку в совокупности на 50 базисных пунктов, а Европейский Центральный Банк на 1%. Отсюда вырисовывается идея торговли контраста монетарных политик, и это тоже не нужно игнорировать. Поэтому в качестве ближайших ориентиров вполне можно ставить на движение пары евро-доллар к отметке 1.10. Что касается рынка нефти, развитие восходящей динамики продолжается. 88 долларов за баррель уже сейчас. Думаю, что тестирование 90 долларов – это вопрос даже не ближайших дней, а ближайших часов. Раньше мы говорили о Китае как новом драйвере роста котировок нефти. Сейчас этот регион сохраняет за собой статус главного катализатора энергетического рынка. После того, как в Китае начали отмечать китайский Новый год, уже есть предварительная статистика, потому насколько вырос трафик, он увеличился на 21% буквально за считанные дни. Увучился пассажира, поток туристический, поток – это все, конечно, способствует росту экономической активности, более высоким объемом потребления. И эксперты Международного энергетического агентства вернулись к идее того, что при таких темпах восстановления китайской экономики, после снятия антиковидных ограничений, только лишь Китай добавит к показателям спроса, к общемировому спросу на ней в 2023 году – 850 тысяч баррелей в сутки. Это много. И на этом, скажем так, топливе новостном можно еще какое-то время расти и не сомневаться в том, что Brent легко может оказаться выше 90 долларов за баррель. Индекс доллара – 101.70. Опять же, друзья, мы должны дождаться следующего важного события, следующего драйвера, заседания американского регулятора. Я думаю, что дорожная карта вам уже известна. То, что ФРС планирует повысить ставку в совокупности на двух заседаниях на 50 байсных пунктов, но в любом случае она достигнет 5%. Это самый высокий уровень процентной ставки среди всех развитых стран. Я надеюсь, что все-таки статус такой высокой процентной ставки может повысить интерес к доллару хотя бы с точки зрения торговли керри-трейда, если ориентироваться на ключевые процентные ставки. Ну и, конечно же, должен доллар еще удержать позиции из-за неизбежного роста доходности американских облигаций. Я прям считаю дни, когда же все-таки трежерис восстановится. На фоне комментариев представителя американского регулятора, в частности вчерашний комментарий главы ФРБ Нью-Йорка Вильямса о том, что ставки обязательно должны расти, причем 5% это еще не предел. Возможно, ее можно будет повысить и нужно будет, точнее, повысить еще выше. Делаю отсылку снова на Лагард, но в контексте инфляционного показателя. В частности, на Давосском форуме Лагард дала понять, что всерьез ожидает дальнейшего роста инфляции не только в европейской экономике, а во всем местном мире. И, возможно, причиной роста инфляции будет как раз открытие Китая, снятие всех антиковидных ограничений, последующий рост экономической активности, что априори подстегнет ралли всех сырьевых инструментов, которые скажутся в конечном счете на себестоимости конечных товаров и услуг. И это может действительно стать причиной очередного витка роста инфляции. Поэтому ФРС, возможно, даже после марта не откажется от жестко-коммунитарной политики, но нам нужно дождаться хотя бы февральского заседания и посмотреть на прогнозы экономического роста, на прогнозы инфляции и понять, что вообще думает американский регулятор в плане именно дальнейших решений по процентной ставке. Пока что по индексу доллара, ранее уже отмечал, я все еще верю в рост этого инструмента на долгосрок, безусловно, на ближайшие несколько месяцев. Рассчитываю, что этот рост мы увидим в феврале и в марте. Золото 1932 доллара за тройскую функцию, пять недель роста подряд. Кайман, индекс траничных настроений, также подает нам сигналы, что нужно держать длинные позиции. Доллар показывает вялую динамику доходности американских облигаций, пока что ниже плинтуса. Ну, все условия, собственно, как и в конце прошлой недели и в начале этой. Я предлагаю не выдумывать причины, из-за которых золото нужно было бы продать. Пока что нужно работать по тренду, этот тренд остается устойчиво восходящим. Цели 1950 это цели на ближайшие часы. И доллар иена, все без изменений, 130-31. Сейчас ждем, соответственно, ниже. Ближайшие месяцы будут очень влажными для нас, как для тех, кто хочет оценить перспективы изменения японской монетарной политики. Напомню, что уже, скорее всего, в начале февраля премьер-министр Японии представит кандидату, новых кандидатов на пост главы Банка Японии. 10 марта Курада проведет свое последнее заседание. В конце марта, скорее всего, будет известно уже имя его преемника. И 28 апреля состоится первое заседание Банки Японии при новом руководстве. Вот тогда-то и будем ждать вот эти долгожданные решения по ужесточению политики. Но думаю, что, соответственно, к марту, апрелю пара доллар иена уже будет в районе 125 и ниже. И доллар канадец 1.3361. Также цели 1.32 остаются актуальными, потому что рынок нефти сейчас оказывает солидную поддержку канадскому доллару. Нужно работать тоже по тренду и с тем фундаментом, который есть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!